Князь взял Браунинг и спустился вниз. Куришкевич, не прошло и пяти минут, как после двух или трёх отрывочных фраз раздался глухой звук выстрела. По версии Юсупова, они с Распутиным стояли лицом к лицу. Князь и крестьянин. Аристократ и мужик, повернувший голову к распятию. Аристократ медленно вынул руку с револьвером из-за спины и выстрелил. По результатам вскрытия пуля застряла в теле Распутина. Выстрел произведён был почти в упор, слева направо, через желудок и печень с раздроблением этой последней. Выстрел, безусловно, был сделан из маломощного Браунинга калибра 6,35 мм. Иначе пуля бы пробила тело на вылет. Но входное отверстие пули на теле сбоку, на 20 см ниже сердца. Это место у человека закрыто рукой. И для того, чтобы попасть в это место, нужно было поднять левую руку Распутина. Или он сам должен был поднять её. Может быть, он кого-то обнял за плечо? И может быть, это была женщина? Танцовщица К. Вера Каралли. Балерина Императорского театра. Одна из первых звёзд немого кино в России. Любовница великого князя Дмитрия. Госпожа Д. Марианна Пистолькос. В замужестве Дерфельден. Сводная сестра великого князя Дмитрия. По подозрению в участии в убийстве, была подвергнута домашнему аресту. Весь свет Петрограда наносил ей визиты, с чем-то поздравляя. Графиню Р. идентифицировать не удалось. Однажды женщина на Распутину уже покушалась. Хиония Гусева. Была молода, красива. Хотела в монастырь и молила Бога, чтобы он сделал её безобразной, дабы не быть соблазном для мужчин. И первый же её мужчина заразил её сифилисом. В одежде нищенки, с провалившимся носом, она подстерегла Распутину и протянула руку за милостыней. Когда тот полез в карман, она ударила его ножом. Метила ниже, но попала в живот. Распутин еле выжил. Юсупов, в это время раздался шум на лестнице. Это были мои друзья, спешившие мне на помощь. Они в торопях заделись за электрический выключатель. И я вдруг оказался в темноте. Кто-то наткнулся на меня и испуганно вскрикнул. Я не двигался с места, боясь в подьмах наступить на тело. Наконец зажгли свет.